Девушки отдыхают С вами Игорь Максимов, текст написал Леонид Рахлин. Устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. В это трудно поверить, но над дизайном всех фильмов по Гарри Поттеру работал один и тот же человек. Этот ни на что не похожий мир создавался под чутким руководством художника-постановщика Стюарта Крейга, который за 40 лет карьеры удостоился целых 11 номинаций на Оскар. Среди них есть три победы за фильм «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент». Без него этот сеттинг выглядел бы иначе. Крейг с нуля продумывал дизайн Хогвартса и других локаций. Художник-постановщик работал в тесном сотрудничестве с режиссером Крисом Коламбусом и Джоан Роулинг. Писательница консультировала Крейга во всем. Перед началом съемок она дала ему карту Хогвартса с примерным расположением важных локаций, вроде «Запретного леса» и «Хоксмеда». Этот макет позже пригодился создателям, когда те снимали фильм. Главный принцип Крейга при создании Гарри Поттера – создавать волшебство, вдохновляясь реальностью. Он хотел, чтобы зрители поверили, что такой мир может существовать на самом деле. И художник-постановщик придерживался этого принципа на протяжении всех восьми фильмов. Потому магическое окружение в Гарри Поттере выглядит немного приземленно, а повседневный быт – волшебно. Юные годы у Гарри, когда он совершает открытия и учится чему-то новому, должны были выглядеть правдоподобно. Настолько, насколько это возможно в мире, где змеи умеют разговаривать, гоблины управляют банками, а самый популярный вид спорта – игра на летающих метлах. Я думаю, что эта вселенная так хороша именно потому, что магия существует в мире, который очень похож на наш. В первую очередь Крейг занялся созданием Хогвартса – основной локацией всех фильмов. В первых макетах он ориентировался на описание из книг, но позже понял, что можно черпать вдохновение из реально существующих мест. По лору вселенной этот замок существовал примерно тысячу лет. И художник-постановщик сузил круг поиска по этой временной шкале. Из настоящих локаций в Великобритании под этот критерий попали только несколько достопримечательностей – Оксфордские и Кембриджские университеты, а также некоторые готические соборы. Команда Крейга отправилась в эти места, чтобы сделать необходимые наброски для декораций. Этим все не ограничилось. Оксфордский университет, например, предоставил несколько помещений из своих зданий для съемок Гарри Поттера. В городке очень много туров для фанатов вселенной Роулинг. Но не только Оксфорд вдохновил Крейга. Художник-постановщик не раз заявлял, что при создании набросков брал за основу архитектуру Дарамского собора и замка Алнек. На территории последнего также снимали сцену с уроками полетов на метле, а сейчас это место очень популярно среди фанатов Гарри Поттера. Но для съемок самого Хогвартса с внешней стороны нужно было найти подходящий замок. Бюджета философского камня не хватало для постройки собственной территории, поэтому к проблеме подошли с творческой стороны. Все широкие кадры с Хогвартсом снимали с помощью вручную созданной миниатюры, которую разместили в отдельном павильоне. Этот макет использовали для всех съемок франшизы, кроме Даров Смерти. Для последней части уже использовали компьютерную графику. Работа над Гарри Поттером очень понравилась Крейгу благодаря необычному смешению разных эпох. Средневековые декорации удачно сочетались с английским антуражем времен 60-х и 70-х, и ни один элемент мира не выпадал из общей картины. У людей в этом мире есть магия, и им не нужны технологии, поэтому окружение смутно напоминает Англию 50-х годов прошлого века. В этих фильмах показан удивительный мир, где люди носят футболки и джинсы, используют технологии 50-х годов и живут в зданиях, построенных с 13 по 15 век. Мы сознательно вдохновляемся разными эпохами и сталкиваем их друг с другом. Крис Коламбус, режиссер первых двух частей, создавал детские фильмы, и Стюарту Крейгу приходилось подстраиваться под его видение. Но все изменилось, когда режиссером «Узника Аскобана» стал Альфонсо Куарон. С его приходом подход к декорациям сильно изменился. Художнику-постановщику дали карт-бланш на переработку дизайна. Сильно изменилось освещение, а интерьер Хогвартса преобразился почти полностью. Стюарт Крейг признался, что ему не совсем понравился дизайн, который он придумал для первых двух частей, поэтому он переосмыслил свои предыдущие наработки. Уютное волшебство сменилось мрачным фэнтези, и почти все изменения касались настроения декораций. Несколько раз на съемках первых двух частей мы хотели что-то поменять. И благодаря Альфонсо Куарону, нашему режиссеру, нам позволили изменить дизайн в некоторых аспектах. Хогвартс все же магическое место, и никакого труда не составит сказать, ну здесь что-то немного меняется. Посмотришь на какую-то вещь, а в следующий раз она будет выглядеть иначе. Например, я считаю, что хижина Хагрида в «Узнике Аскобана» выглядит намного лучше. С изменениями и приходом новых технологий пришли новые креативные решения по части декораций. Одна из любимых локаций Крейга – Косой переулок, который он называл отдельным персонажем во франшизе. Художник-постановщик хотел, чтобы Косой переулок выглядел так, словно это место застыло во времени. Крейг сравнивал его с окружением из романов Чарльза Диккенса. За основу он взял изображения Лондона 17 и 18 века, а часть локации нарисовал на основе реальных улиц Прайтона и Йорка. Больше всего в Косом переулке ему нравится особая атмосфера разрухи и замшлости. Крейгу казалось, что некоторые уголки этого района должны выглядеть полузаброшенными и жуткими. Другая локация, которую он выделяет в серии – «Выручай комната». Каждую вещь в этом помещении Крейг подбирал вместе со своей командой. Он посетил несколько десятков аукционов раритетной мебели и выкупил почти всё, что смог найти. На сбор вещей для съёмок ушло несколько месяцев. За 8 фильмов съёмочная команда построила 588 декораций, из которых лишь несколько использовались для всех частей. Среди них, например, Большой зал Хогвартса, где проводятся все торжественные мероприятия школы. Как мы упоминали ранее, в «Дарах смерти» уже вовсю использовали компьютерную графику, и в них труд Стюарта Крейга не так заметен. Но именно благодаря бессменному художнику-постановщику, серия сохранила свой уникальный и волшебный облик. Сейчас Крейг немного отошёл от дел, из последних работ можно выделить лишь две части «Фантастических тварей», где он уже по-новому взглянул на мир, придуманный Джоан Роулинг. Впрочем, зрителям он запомнится прежде всего как человек, который смог перенести на экран настоящее волшебство. В «Гарри Поттере» магия выглядит естественно благодаря убедительным спецэффектам. Например, движущиеся лестницы создавали с помощью комбинации настоящей декорации и компьютерной графики. На съёмках всех частей актёры поднимались по одной и той же движущейся лестнице, которую соорудили инженеры ещё для первого фильма. А затем разные компьютерные модели этой лестницы на фоне синего экрана совмещали в одном кадре. Так создавалась иллюзия того, что в Хогвартсе все лестницы двигаются одновременно. А с живыми портретами получилось гораздо проще. В рамках, где висели картины, находилась синяя ткань, на которую во время постпродакшена вставляли необходимые видеофрагменты. Большую часть портретов в последних частях рисовали уже с нуля, без использования синих экранов. Кстати, людей в портретах играли не профессиональные актёры, а сотрудники и продюсеры Warner Brothers. Таким образом, они хотели засветиться во франшизе. Почти так же сделали с живыми фотографиями в газетах. Это тоже видеофрагменты, вставленные на постпродакшене. Только здесь использовали зелёный экран на бумаге и различные фильтры, чтобы состарить картинку. Зелёный экран накладывали не только на статичные, но и на движущиеся объекты. Например, руки. В «Принципе лукровки» есть сцены в библиотеке, где книги из рук Гермионы сами возвращаются на полки. Секрет этой сцены довольно очевиден. Эмма Уотсона давала книги людям, которые находились за книжными полками. На руки им надели специальную зелёную ткань, которую убирали с помощью компьютера. Компьютерная графика иногда полностью заменяла практические эффекты первых частей. Летачие свечи в философском камне были настоящими. Они висели на тросах с потолка, которые потом убирали с помощью компьютера. Но на съёмках выяснилось, что это небезопасно. Свечи часто падали на столы, их огонь сжигал тросы. В следующих частях их заменили на цифровые модели. А сцены с полётом на мёдлах получились одними из самых сложных в реализации. В большинстве случаев актёров приходилось снимать по одному в отдельных павильонах, где они должны были высиживать на гигантском механизме с метлой по несколько часов на фоне зелёного экрана. Но в некоторых совместных сценах снимали несколько актёров. За движение метлы отвечала специальная компьютерная программа, которая имитировала полёт в воздухе. Оператор снимал происходящее с нескольких ракурсов, в то время как актёрам приходилось удерживать баланс. В павильоне также работал гигантский вентилятор, создававший эффект ветра. Съёмки одного матча в квиддич могли занимать по несколько недель из-за сложного производства. Для трюков на метле механизм могли крутить на 360 градусов. А для некоторых сцен актёрам приходилось прыгать, чтобы изобразить пируэты в воздухе. На съёмках ты находишься в девяти метрах над землёй. Я держался за метлу, пока в меня кидали мечи. И это довольно страшно. Компьютерную графику применяли и на актёрах в тех случаях, когда обычного грима было недостаточно для образа. Рэй Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта, появлялся на съёмочной площадке со специальными маркерами на лице. Благодаря им на постпродакшене ему удалили нос. Всё остальное — работа гримеров. Этот процесс получился очень трудоёмким и времязатратным. А уровень детализации, которого вы должны достичь, должен поражать зрителя. Эту работу можно сравнить с созданием картин времён эпохи Возрождения. Цифровой рисунок должен получиться очень точным, чтобы был какой-то результат. Искусство и время, которое уходит на создание ноздрей Волан-де-Морта, не стоит недооценивать. Хагрет — ещё один персонаж, который был частично создан с помощью компьютерной графики. Эту роль во всех фильмах исполнил Робби Колтрейн. Но в тех сценах, где нельзя было создать иллюзию его большого роста и массивности с помощью ракурсов, использовали дублёров. Те надевали на себя маску с лицом Колтрейна, и позже съёмочная команда комбинировала сцены с дублёром и актёром. Больше всего спецэффектов понадобилось для вторых даров смерти. Большая часть фильма посвящена масштабной битве в Хогвартсе, почти полностью нарисованной на компьютере. Для съёмок последнего фильма использовали павильоны с зелёным экраном. Часть разрушенных декораций была настоящей, но во всех сценах со взрывами изображены цифровые сканы Хогвартса. Спецэффекты Гарри Поттера создавали волшебство не только на экране, но и в жизни. Благодаря этой серии в Великобритании появились собственные компании, специализирующиеся на компьютерной графике. Сейчас Великобритания — мировой лидер по части спецэффектов. Все киностудии обращаются к услугам британских компаний по компьютерной графике. В каждой британской студии нет отбоя от специалистов. Этого всего не было до Гарри Поттера. Ознакомиться с печатной версией этого материала вы можете на нашем сайте. Ссылку мы оставили в описании. Не забывайте про нашу группу ВК, телеграм-канал и еженедельный подкаст. Ну и, конечно же, наши курсы. Сейчас на них очень хорошие скидки. Так что рекомендую. Ну а с вами были Леонид Рахлин, Артём Калеев, Юрий Кулагин, Дмитрий Борисов, Алексей Луцай, Артемий Леонов, Саша Уэйн и я, Игорь Максимов. С наступающими вас праздниками и увидимся в новом году. До новых встреч, пока. Привет. Наверное, вы встретились с нами на этом канале в самый странный год, который только можно было представить. И я думаю, пора его уже выпроводить куда подальше. Я надеюсь, что как минимум вы здоровы, пока смотрите это видео. А раз вы его смотрите, значит, всё, по крайней мере, не так уж и плохо. Могло быть и хуже. Я надеюсь, что мы как-то постарались скрасить вот это мрачное препровождение 2020-го для вас. С контентом, который делали, мы выпустили около 130 или даже больше разных видосов, которые, я надеюсь, вас и заинтересовали, и, может быть, немного развлекли. Я думаю, что в следующем году вас ждёт кое-что более непривычное. Мы собирались буквально неделю назад со своей командой, с редакцией, обсуждали, что, возможно, нам нужно подкрутить какие-то моменты, что-то улучшить, сделать теплее, если это слово подходит, доступнее для вас. Поэтому ждите. Скоро небольшая обнова, так сказать, XYZ 2.0. Потому что первый этап мы прошли. В начале года у вас было всего 10 тысяч человек, а сейчас целых 300 тысяч. Я понимаю, не все смотрят наши ролики, и это нормально. Алгоритм подбирает каждому релевантный контент. Но всё равно это приятно. Приятно, что можно отметить какой-то этап. Я не вижу ничего плохого в подведении итогов. Надеюсь, вы свои подвели, потому что, когда ты оглядываешься назад, ты хотя бы можешь сказать, что, ну, не зря потратил время за этот год. Мы его потратили не зря. Надеюсь, и вы тоже. Но вот всего этого не было бы без целой команды людей, которые целый год трудились, делали днями-ночами, не спали. Писали тексты, монтировали, озвучивали. Делали ещё кучу другого контента. Ведь мы пишем подкасты, мы делаем стримы, кучу текстов. Мемы ищем, подбираем, постим в разные наши соцсети. А ещё мы запустили сайт, на котором можно что-то написать. Там каждый день появляется контент. В следующем году, я думаю, мы, наконец-таки, запустим его полностью в работу. Если что, заходите по ссылочке в описании. Там много интересного. Кстати, сегодня там, например, запустилась тёмная тема. Важное достижение. Эдакий подарочек на Новый год. Но, переходя к главному. Я хочу поблагодарить людей, которые помогли нам это всё воплотить. Ребят, нашу команду, нашу редакцию. Это самые классные люди, которых, например, лично я встречал за последние годы. Вот они слева направо. Привет. Меня зовут Никита Каземиров. Я редактор XYZ Media, отвечающий в основном за короткие форматы. Именно я подставляю вам мемы, шутки, галереи и прочие полезности, чтобы немножко скрасить 2020 год. Так позже 2021 будет настолько лёгким и чудесным, что этот покажется лишь затянувшейся шуткой. Побольше вам счастливых случайностей и поменьше критических багов на релизы. С Новым Роком! Привет. Меня зовут Артемий Леонов. Я главный редактор XYZ Media. Даже если вы меня никогда не видели и не слышали, я постоянно незримо здесь присутствую. Ну так вот. Этот год был тяжёлым. Но он был бы ещё более тяжёлым, если бы не все замечательные игры, фильмы, сериалы, с которыми мы за него познакомились. Ну так вот. Я желаю вам, чтобы в новом году таких замечательных игр, фильмов было ещё больше. И они были бы ещё более замечательными. Чтобы вы, знаете, включаете какую-нибудь игру новую, а она прям вот такая, как вы мечтали всю жизнь. Итак, весь год со всеми играми. С Новым Годом! Всем привет! С вами Юрий Кулагин, редактор XYZ Media. И Дарья Кулагина-Кравчук, режиссёр видеомонтажа. Мы присоединяемся к общим поздравлениям. И желаем вам даже в самые грустные и одинокие моменты на самоизоляции всегда чувствовать любовь, поддержку семьи и друзей. И получайте удовольствие от игр. Неважно, странное ли это инди, крупнобюджетные блокбастеры или милая японская дичь. С Новым Годом! Всем привет! Меня зовут Артём Калеев, я выпускающий редактор XYZ Media. Здесь я помогаю делать ролики на нашем YouTube-канале. В том числе и тот, который вы смотрите прямо сейчас. На данный момент 2020 год – это уже практически прошлое. 2021 пока ещё будущее. А настоящее – тот самый праздник, который уже наступает в наших домах. Ловите этот момент, наслаждайтесь им. И давайте в 2021 году постараемся сделать наш мир чуточку лучше. С наступающим! Всем привет! Меня зовут Игорь Максимов, я делаю самые лучшие видеоролики на XYZ. Желаю вам в следующем году не подохнуть от коронавируса и почаще смотреть наши выпуски. С Новым Годом! Всё, в общем, хватит. Я сейчас быстренько это порежу и до свидания. Привет! Меня зовут Саша Уин, я режиссёр монтажа в XYZ Media. Я поздравляю всех наших подписчиков, зрителей. С Новым наступающим Годом! Желаю всем продолжать развиваться в чём бы там ни было, не болеть, самое главное. И множество-множество хорошего контента, который мы делаем с душой, с ребятами в XYZ. Всех с наступающим! Всем привет! Я Дима Борисов, занимаюсь прямыми трансляциями и подкастами в XYZ Media. Иногда что-то делаю по рекламе, но не суть. Я здесь, чтобы пожелать вам всего самого лучшего в 2021 году. Надеюсь, он будет таким же продуктивным, как и 2020 год. Если 2020 не был продуктивным, то надеюсь, что 2021 обрадует вас, и вы почувствуете себя хорошо. Я очень рад, что вы все в здравии, а те, кто не в здравии, желаю вам скорейшего выздоровления. Приходите к нам в школу, приходите к нам в медиа, слушайте наш подкаст, и давайте вместе становиться крутыми геймдевелоперами. Хорошего вам года! Привет! Меня зовут Ольга. Я делаю репортажи и перевожу материалы для курсов. Я поздравляю вас с отступающим 2020 годом и желаю много-много путешествий в следующем году. Всем привет! Меня зовут Лиза. Я занимаюсь съемкой и монтажом промо-роликов для наших курсов. Желаю всем, чтобы следующий год не прошел мимо вас. Всех с праздником! А если уж возвращаться к основной тематике нашего канала. Игровой год был достаточно необычным, насыщенным релизами, очень скандальным. Я надеюсь, что эти скандалы вас обошли, и вы играли в игры просто потому, что любите игры. И на этих праздниках в начале следующего года я и хочу вам пожелать не оглядываться на это, на весь информационный шум. Если кто-то что-то сказал, не слушайте. Делайте так, как вам нравится. Играйте, выбирайте любимые увлечения, постарайтесь найти или продолжить свою любимую работу еще лучше, чем вы делали это раньше. Просто развлекайтесь, наполните свою жизнь тем, что важно именно вам, а не кому-то там. Не пытайтесь угодить. Живете-то вы для себя, а когда у тебя непонятно, что будет завтра, это очень важно осознавать. На такой, наверное, не слишком позитивной ноте, потому что я не верю, что в начале следующего года прям все-таки это все закончится. Давайте не будем себе врать, но мы точно это говно переживем. Вы справитесь. Мы справимся. Встретимся в следующем году. С наступающим Новым годом, ребята. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»